Лишённые совести. Пугающий мир психопатов. Автор Роберт Д. Хайер. Доктор философии. Страница сороковая. Глава четвёртая. Психопатический профиль. Особенности социального поведения. Психопатическая личность выделяется на фоне обычных преступников. Поведение психопата отличается большей агрессивностью и импульсивностью, а эмоциональные реакции – поверхностностью. Но основным отличительным признаком является чувство абсолютной невиновности. У обычного преступника есть свои устоявшиеся, хотя и извращённые принципы. Нарушив их, он испытывает чувство вины перед самим собой. В главе 3 я рассказал об эмоциональных и поведенческих симптомах, упомянутых в моём контрольном перечне признаков психопатии. Но это только один аспект синдрома. Другой аспект – это хронически нестабильный и бесцельный образ жизни, отмеченный бессистемными вопиющими нарушениями общественных норм и ожиданий. Ему я и посвятил эту главу. Вместе оба аспекта, в скобках 1, описывает чувства и взаимоотношения, 2, общественно-девиантное поведение, закрывается скобка, составляют полную картину психопатической личности. 3. Импульсивность. Психопаты, прежде чем что-либо сделать, редко взвешивают все за и против. Я сделал так, потому что мне так хотелось. Их стандартное оправдание. Убийца из Техаса Герри Гильмор привлек внимание всей Америки, когда протестовал в суде собственную смертную казнь и выиграл процесс. В 1977 году он был первым американцем, смертный приговор которого привели в исполнение только через 10 лет после решения суда. На вопрос, если бы вас не поймали в тот вечер, вы совершили бы третье или четвертое убийство? Гильмор ответил. Пока меня не поймала полиция, я не думал и не планировал. Я просто делал. Досадно, что с теми двумя парнями так получилось. Я имею в виду то, что убийство дает выход ярости. Ярость не мотив. У этих убийств не было мотива. Поэтому и не старайтесь найти в них смысл. Будучи больше, чем просто проявлением темперамента, импульсивные действия становятся естественным продолжением основополагающей цели жизни большинства психопатов. Получение сиюминутного удовольствия или утешения. Психопат подобен младенцу, который целиком погружен в собственные нужды и неистово требует их удовлетворения, написали психологи Уильям и Джоан Маккорд. Внешние требования заставляют большинство детей уже в раннем возрасте отодвинуть получение удовольствия на второй план. Чтобы, например, отложить, в скобках, хотя бы на время, выполнение желаний двухлетнего малыша, родители обычно используют обещания. На психопатов же, похоже, это не действует. Они руководствуются сугубо личными желаниями и не обращают внимания на нужды окружающих. Поэтому родственники, работодатели и сотрудники часто испытывают недоумения по поводу происшедшего. Работа брошена, отношения разорваны, планы изменены, квартиры обчищены, люди оскорблены. И все это сделано как бы между прочим. Как однажды сказал муж одной психопатки, она встала и вышла из-за стола. После этого я не видел ее два месяца. Один из наших заключенных, который набрал высокие баллы по контрольному перечню признаков психопатии, рассказал, что как-то по пути на вечеринку он решил купить ящик пива, но заметил, что забыл бумажник в квартире, до которой было уже шесть-семь кварталов ходу. Не желая возвращаться, он раздобыл тяжелую деревянную палку и ограбил ближайшую заправку, нанеся серьезные побои кассиру. Психопаты склонны жить сегодняшним днем и часто менять свои планы. Они редко всерьез задумываются, в скобках, и уж тем более беспокоятся о будущем. Также редко их волнует и то, как мало полезного они сделали в своей жизни. Открываются кавычки. Слушай, я бродяга, скиталец, я терпеть не могу сидеть на месте. Закрываются кавычки. Их обычная договорка. Один мужчина, чтобы объяснить, почему он живет, в кавычках, одним мгновением, привел такую аналогию. Открываются кавычки. Нам постоянно советуют осторожно ездить, прокручивать в голове пути к отступлению в случае чрезвычайной ситуации и следить за автомобилем, едущим впереди. Но ведь именно эта машина, которая едет впереди, представляет опасность. Поэтому, если мы будем обращать внимание на нее, мы обязательно врежемся. Если я буду думать только о завтрашнем дне, я не смогу жить сегодня. Слабый поведенческий контроль. Вдобавок к импульсивности психопаты болезненно реагируют на пренебрежительные отношения и оскорбления. Поведение большинства из нас подвластно сильным сдерживающим факторам. Даже если вам захочется отреагировать враждебно, вы все равно сможете сдержаться. У психопатов эти сдерживающие факторы развиты слабо. Малейшее недовольство может вывести их из себя. Поэтому психопаты вспыльчивы и раздражительны, склонны реагировать на неудачи, ошибки, наказания и критику применением силы, угрозами и бранью. Они крайне обидчивы и могут взорваться из-за пустяка. Однако эти вспыхки, какими бы яростными они ни были, обычно кратковременны. Когда они проходят, психопаты начинают вести себя так, будто ничего необычного не произошло. Заключенный Карл позвонил из тюрьмы жене. И она сообщила ему, что не сможет навестить его на выходных и принести еды и сигарет, потому что не нашла никого, кто мог бы присмотреть за детьми. Открываются кавычки. «Ты дрянная сука!» Проорал он в трубку. «Я убью тебя! Ты шлюха!» Закрываются кавычки. Он сопроводил свою угрозу сильным ударом кулака стену, разбив в кровь костяшки пальцев. Однако сразу после окончания разговора он начал шутиться со знакомыми заключенными. А замечание тюремной охраны по поводу ругательств и угроз вызвало у него удивление. Однако заключенного в очереди за обедом случайно толкнул другой заключенный, и тот начал бессмысленно избивать его. После этого нападавший приспокойно занял свое место в очереди, как будто ничего не произошло. Несмотря на то, что за нарушение тюремных правил ему грозил перевод в одиночную камеру, он объяснил свои действия так. Открываются кавычки. «Он меня взбесил тем, что зашел на мою территорию. Я делал то, что должен был сделать». Закрываются кавычки. Вот еще пример реакции на кавычках. Оскорбление. Один из следуемых нами заключенных начал пререкаться с громилой вышибалой в местном баре, вследствие чего вышел из себя и ударил стоящего рядом очевидца разговора. Потерпевший попятился назад, ударился головой об угол стола и через два дня умер. Открываются кавычки. «Я потерял самовладание, а этот парень вдобавок еще и смеялся надо мной». Закрываются кавычки. Он обвинил убитого им человека в том, что тот разозлил его, а ответственность за его смерть переложил на больницу. Хотя психопаты молниеносно приходят в ярость, они не теряют контроля над собой. Наоборот, когда психопаты в кавычках «взрываются», их поведение напоминает разыгрывание приступа гнева. Они точно знают, что делают. Их агрессивность в кавычках «холодна», потому что им неизвестна та гамма эмоций, которую, будучи на взводе, испытывают другие. К примеру, один заключенный, в скобках, с высокими баллами по контрольному переченню признаков психопатии, закрывается скобка, на вопрос, теряет ли он контроль над собой, когда злится. Ответил так, открываются кавычки. Нет, я всегда держу себя в руках. Я сам решаю, как больно я хочу сделать человеку. Закрываются кавычки. Психопаты могут причинять физическую и или эмоциональную боль другим, открывается скобка, иногда регулярно закрывается скобка, и при этом отрицать наличие проблем с обузданием своего нрава. В большинстве случаев они считают своё агрессивное поведение естественной реакцией на провокацию. Потребность в психическом возбуждении. В поведении психопатов заметна неприходящая потребность в психическом возбуждении. Они обычно ведут насыщенную событиями жизнь и ходят по лезвию ножа, часто нарушая при этом закон. Херви Клекли в своей книге «The Mask of Sanity» рассказал о психиатре-психопате, который никогда серьёзно не нарушал закон, но и не отличался необходимой для его профессии сдержанностью, поэтому периодически срывался и уходил в запой. В эти весёлые деньки он сильно вредил своему профессиональному имиджу тем, что унижал и оскорблял женщин, в скобках, и даже угрожал им физической расправой, которые попадали в его поле зрения. В поиске новых ощущений некоторые психопаты начинают принимать наркотики. В результате, чтобы получить очередную дозу, им приходится постоянно менять место жительства и работы. Один подросток, с которым нам довелось побеседовать, открыл новый способ получения адреналина. Ему как-то удалось убедить своих товарищей играть, в кавычках, труса на железнодорожном мосту. По правилам все должны были стоять на путях лицом к поезду до тех пор, пока кто-то не прыгнет. Первый струсивший обязан был купить пиво всем остальным. Наш собеседник ни разу не прыгнул первым. Многие психопаты утверждают, что идут на преступление ради психического возбуждения и трепета. Когда одну из женщин-заключенных спросили, совершала ли она когда-либо опасные или сумасбродные поступки ради забавы, она ответила, открываются кавычки. Да, и еще сколько, но больше всего я возбуждаюсь, когда приношу наркотики в самолет. Боже, это действительно вставляет, закрывается кавычка. Один мужчина-психопат рассказал, что ему нравилось работать вышибалой у наркоторговца из-за постоянного прилива адреналина. Когда я не на работе, я иду в бар. Подхожу к кому-нибудь и выпускаю дым ему в лицо. Мы выходим на улицу и деремся. Обычно после этого я начинаю ему нравиться, и мы идем обратно и продолжаем пить. Закрываются кавычки. В телевизионном документальном фильме «Diabolical Minds. Дьявольские умы» Есть фрагмент, посвященный Джо Дэниелу Уокеру, преступнику с длинным послужным списком мошенничества, ограбления, изнасилования и убийств. У него было хобби – подавать суд на всех, кто попадал ему под руку. В интервью Роберту Реслеру, бывшему агенту ФБР, Уокер заявил следующее. Открываются кавычки. В этом есть что-то, в этом есть что-то захватывающее, когда ты убегаешь из тюрьмы и знаешь, что за тобой идет погоня, и слышишь воя сирен, захватывает, когда ты просто… Да это лучшее, чем секс. Это по-настоящему заводит. Закрываются кавычки. Обратная сторона этой страсти к приключениям – полная непереносимость рутины или монотонности. Психопаты быстро начинают скучать. Вряд ли вы найдете их там, где нужно выполнять скучные, повторяющиеся действия, или там, где требуется продолжительная концентрация внимания. Я могу представить психопата авиадиспетчером, но только во время аврала или чрезвычайной ситуации. В мирное время он будет слоняться без дела или вообще спать где-то в уголке с мыслью, что достаточно уже того, что он вообще появился на работе. Дэвид Кокс, мой бывший студент, а теперь профессор психологии в университете имени Саймона Фрейзера, так и не думает. Субъектами его исследования были британские специалисты по обезвреживанию мин, работавшие в Северной Ирландии. Он ожидал, что вследствие своего хладнокровия и тяги к острым ощущениям психопаты будут преуспевать в этой области. Но оказалось, что солдаты, выполнявшие напряженную и опасную задачу по обезвреживанию мин Ирландской республиканской армии, считали психопатов «ковбоями», ненадежными и импульсивными людьми, которым не хватало профессионализма и внимания к деталям, необходимого в этой опасной для жизни работе. Большинство из них отсеялись во время обучения. Те же, кто прошел то же, продержались недолго. Также маловероятно, что из психопатов могут выйти хорошие шпионы, террористы или мафиози, из-за их импульсивности работы только о сегодняшнем дне, заботы только о сегодняшнем дне, и отсутствие лояльности к окружающим, все эти качества делают их непредсказуемыми, неосторожными и ненадежными, одним словом, пустозвонами. Безответственность. Для психопатов обязательство и долг – пустые слова. Их добрые намерения. «Я больше никогда не обману тебя» – это просто брошенные на ветер обещания. Действительно ужасные кредитные истории, например, показывают, как психопаты легко берут деньги в долг, скрываются от кредиторов или дают пустые обещания материально поддерживать ребёнка. Открываются кавычки. «Эта маленькая девочка очень много для меня значит. Я делаю всё возможное, чтобы её детство было лучше моего». Закрываются кавычки. Социальные работники, бывшая жена относились к этим словам скептически, потому что им никак не удавалось выбить у отца-психопата установленные судом алименты. Безответственность и ненадёжность психопатов распространяются на все сферы их жизни. На рабочем месте они отличаются непостоянством, частыми прогулами, злоупотреблением средствами компании, нарушениями корпоративных правил и ненадёжностью. Они не придерживаются формальных и моральных обязательств перед людьми, организациями и законом. Энн Ру в книге о Дайен Даунс описала характерную для психопатов модель поведения безответственного родителя. Если Даунс не могла найти для детей сиделку, она запросто оставляла их дома в одиночестве. Соседи говорили, что её дети, возраст которых был от 15 месяцев до 6 лет, были вечно голодные, обделены лаской, обделены лаской и вообще лишены внимания. В скобках. Они видели, как малыши играли зимой на улице без обуви и верхней одежды. Даунс утверждала, что любит своих детей, однако полное безразличие к их физическому и эмоциональному благополучию доказывало обратное. Запись о равнодушии к состоянию детей, как своих, так и детей-сожителей, часто встречается в личных делах психопатов. Они считают детей помехой. Некоторые, правда, в скобках, вроде Дайен Даунс, настаивают на своей родительской заботе, но их поступки обычно противоречат словам. Они часто и надолго оставляют детей в одиночестве или в обществе ненадёжных сиделок. Одна из исследуемых нами психопаток и её муж как-то оставили своего месячного младенца на попечительство друга-алкоголика. Этот друг напился и отключился. Придя в себя, он не вспомнил о том, что должен был присматривать за ребёнком и ушёл. Когда почти через восемь часов родители вернулись домой, они обнаружили, что их ребёнок был взят под присмотр властей. Мать пришла в ярость от такого нарушения её родительских прав и обвинила власти в лишении ребёнка её любви и внимания. Она стояла на своём даже после того, как ей сказали, что ребёнок страдал от постоянного недоедания. Психопаты без раздумий используют своих родственников и друзей, чтобы выбраться из трудного положения. Одна психопатка, очень долго доставлявшая неприятности своим родителям, убедила их продать дом поручителю, который внёс залог, когда её поймали на торговле наркотиками. После этого она скрылась и её родители по сей день продолжают бороться за свой дом. Психопатов не сдерживает тот факт, что их действия могут причинить вред другим. Один 25-летний заключённый, который принимал участие в нашем исследовании, был больше 20 раз осуждён за опасное вождение, управление автомобилем в состоянии опьянения, побег с места происшествия, вождение без прав и преступную небрежность, повлекшую смерть. На вопрос, будет ли он ездить на машине после выхода из тюрьмы, заключённый ответил, «А как же, да, я езжу быстро, но ведь я умею водить, и вообще, чтобы произошла авария, нужны двое?» Закрываются кавычки. Недавно мне позвонил врач из одного западного штата и спросил об использовании контрольного перечня признаков психопатии при обследовании пациентов с положительной реакцией на ВИЧ. предвестник СПИДа. Ему пришлось повидать заражённых ВИЧ инфекцией пациентов, которые продолжали, не предохраняясь, заниматься сексом со здоровыми ничего не подозревающими партнёрами. Этот врач хотел подтвердить свои догадки о том, что многие из них были психопатами, людьми безразличными к ужасным последствиям своих безответственных действий. Один психолог, в скобках специалист в области психологии труда, рассказал мне, что все желающие работать на атомной электростанции проходят тщательный отбор. В скобках. Это естественно. Однако он заметил, что обычные конкурсные процедуры, собеседования, психологические тесты, рекомендательные письма не всегда выявляют печально известных своей ненадёжностью и безответственностью психопатам. Психопатам часто удаётся заговорить проблему. Открываются кавычки. Для меня это был урок. Закрываются кавычки. В кавычках. Даю слово, что такое больше не повторится. Это ужасное недоразумение. Поверь мне, убедить судебную систему в своих благих намерениях и надёжности им удаётся не реже. Хотя психопаты часто добиваются освобождения на поруки условного срока, заключения или досрочного освобождения. Они не обращают внимания на поставленные перед ними требования. Они обычно не выполняют их даже под давлением суда. Психопаты обычно плохо ладят друг с другом. Последнее, что нужно эгоцентричному, себя любимому, требовательному и бессердечному человеку его двойник. Две звезды это слишком. Правда, иногда психопаты сотрудничают в качестве соучастников преступления. Получается беспощадный союз, последствия действий которого разрушительны. Обычно одна половина такого дуэта обаянием, коварством и манипуляцией прокладывает дорогу к цели, а другая берет на себя выполнение завершающего действия, которое часто сопровождается применением физической силы. Так как возможности психопатов дополняют друг друга, их связка представляет особую опасность. Доказательством тому служат некоторые мои записи. В одном случае два юноши психопата познакомились на вечеринке. Первый в кавычках и в скобках говорун пытался обманом выводить у мелкого торговца наркотиками немного кокаина, но безуспешно. Другой в скобках кавычках кулак случайно услышал разговор и, как он сам выразился, схватил барыгу за яйца и уговорил его выделить мне и моему другу по дозе. Так было положено начало многолетнему сотрудничество по части приобретения наркотиков. В кавычках говорун налаживал контакты и заключал сделки. о кавычках кулак ломал кости. Когда говорун поймали, он быстро договорился с прокурором и сдал своего подельника. в другом случае молодая женщина, красноречивая психопатка, тунеядка, постоянно жаловалась друзьям, что родители не одобряют ее расточительный образ жизни. Она встретила мужчину средних лет агрессивного и недружелюбного психопата, который сказал ей «Давай все исправим». Вместе они разработали план, по которому мужчина должен был вломиться в дом женщины и убить ее родителей. Женщина же тем временем должна была находиться за городом с друзьями. План потерпел неудач, когда она начала хвастаться друзьям, что скоро разбогатеет. Этот слух дошел до полиции. Стражи порядка подключились к телефонной линии женщины и собрали достаточно доказательств, чтобы обвинить парочку в сговоре с целью совершения убийства. оба они попытались добиться смягчения приговора, свидетельствуя друг против друга. Если встречаются психопат и сумасшедший, они образуют странный и в то же время беспощадный союз, в котором первый использует безумие второго. Отличный пример приведен в книге Трумена Капоте «Обыкновенное убийство». Ричард Хикок и Перри Смит, которые в 1959 году приговорили к смертной казни за убийство четырех членов семьи Клаттеров. У Хикока были налицо все признаки красноречивого психопата, в то время как Смиту был поставлен диагноз близко к паранояльной шизофрении. Как написал Капоте, Хикок считал Смита прирожденным убийцей и доказывал, что под его руководством такой дар можно было выгодно использовать, нужно заметить, что Хикок переложил всю ответственность за убийство на своего партнера. Это все Перри. Я не мог остановить его. Это он всех убил. Проблемное поведение в детстве У многих психопатов серьезные проблемы с поведением появляются уже в раннем детстве. К ним относятся постоянное вранье, мошенничество, воровство, поджоги, прогулы, уроков, недисциплинированность в школе, употребление наркотиков или злоупотребление алкоголем, вандализм, насилие, запугивание других детей, побеги из дому и ранняя половая жизнь. Хотя чем-то из перечисленного выше в определенном возрасте страдают многие дети, в скобках, особенно выросшие в криминальных районах, либо неполноценных или жестоких семьях, закрывается скобка, я должен заметить, что у психопатов такое поведение проявляется в особо серьезной форме. Даже по сравнению с родными и друзьями выросшими в тех же условиях. Вот пример ребенка-психопата, мальчик или девочка из нормальной семьи, который начинает воровать, употреблять наркотики, прогуливать школу и заниматься сексом к 10-12 годам. К 10-12 годам. Жестокость по отношению к животным тоже признак серьезных эмоциональных или поведенческих проблем. Серийный убийца из Милоки Милоки Джеффри Деммер потрясал одноклассников соседей, оставляя след из страшных доказательств своей жестокости. посаженные на палку голова собаки, распятые на деревьях лягушки и кошки, личная коллекция скелетов животных. Взрослые психопаты рассказывают о своей детской жестокости по отношению к животным как о чем-то вполне естественном. Иногда в их голосе даже проскакивают нотки радости. Мужчина, набравший высокие баллы по контрольному перечню признаков психопатии, посмеивался, когда рассказывал о том, как в десять или одиннадцати лет застрелил из игрушечного пистолета назойливую шавку. Я выстрелил ей взад, и она завизжала, затем немного поползла по земле и сдохла. Другой психопат, отсиживавший срок за мошенничество, рассказал, что в детстве он набрасывал петлю на шею кота, привязывал другой конец веревки к верхушке шеста и бил животное теннисной ракеткой так, что оно летало вокруг шеста. Он рассказал, что его сестра выращивала щенков, и он убивал тех, которые ей не нравились. Открываются кавычки. Я привязывал их к ограде и отрабатывал на них удар битой, говорил он с улыбкой на лице. Жестокость к другим детям, включая братьев и сестер, тоже одна из сторон неспособности маленького психопата к эмпатии, которая у нормальных детей сдерживает желание причинить боль другому. Открываются кавычки. То, что он делал с куклой крошечной сестры, должно было насторожить нас, но мы гнали от себя дурные мысли, рассказывала мне одна мать. Но когда он попытался задушить сестренку в ее кровати и ножницами порезал ей кожу на шее, мы с ужасом осознали, что нужно было прислушаться к своему внутреннему голосу с самого начала. Закрываются кавычки. Хотя я не взрос... Хотя не все взрослые психопаты проявляли в детские годы такую жестокость, все они постоянно показывали себя с худшей стороны. Обман, воровство, вандализм, сексуальная распущенность и так далее. Кстати, интересен факт, что в средствах массовой информации часто мелькают слова о том, что свидетели и соседи были крайне удивлены, узнав о бессмысленном преступлении или увидев его воочию. Открываются кавычки. Я не могу верить, что он мог такое сделать. Не было и намека на то, что он способен на это. Закрываются кавычки. Такие слова говорят не только об умении психопатов манипулировать сознанием других людей, но и о незнании очевидцами их биографии. Антисоциальное поведение во взрослой жизни. Психопаты считают общественные нормы неудобными и неразумными. Это препятствие на пути выражения их наклонностей и желаний. Они создают собственные правила в скобках как в детстве, так и во взрослой жизни. Импульсивные и коварные дети, которым незнакомо сочувствие и которые смотрят на мир только со своей колокольни, повзрослев, никак не меняются. Растянувшая на всю жизнь цепочка эгоистичных и антисоциальных поступков не может не поражать. По большому счету, начало этой цепочки из поведенческих проблем и преступлений, как установили многие ученые, лежит в ранних проявлениях антисоциальных действий. Многие антисоциальные поступки влекут за собой судимости. В тюрьме психопаты тоже не остаются незамеченными. В основном потому что по сравнению с другими преступниками их антисоциальные и противозаконные действия более разнообразны и часты. Психопаты не испытывают тяги к какому-то одному виду преступления. Они стараются попробовать все. Такая многосторонность была продемонстрирована в телепередаче дачи в скобках речь о ней шла ранее в этой главе, в которой Роберт Расслер брал интервью у Джо Даниэла Уокера. Вот короткий отрывок из их беседы. Каков ваш послужной список? Думаю, сейчас он занимает где-то 29-30 страниц. 29-30 страниц? У Чарльза Менсона только 5. Но ведь он был только убийцей. Уокер хотел сказать, что он невероятно разносторонний преступник и, казалось, очень этим гордился. Он хватался перед всей, он хвастался перед всей стороной тем, что совершил более трехсот преступлений, за которые не был наказан, так как не был пойман. Не все психопаты попадают за решетку. Многие их темные делишки приходят, проходят незамеченными для стражей порядка. Антисоциальное поведение охватывает махинации на фондовых биржах, сомнительные начинания и подозрительную профессиональную деятельность, жестокое обращение с детьми или с супругой, супругом и так далее. Другие психопаты делают то, что не подпадает под понятие незаконной, зато противоречит этическим и моральным нормам. Ведут беспорядоченную половую жизнь, направо и налево изменяют супруге или супругу, пренебрегают с финансовым положением и эмоциональным состоянием родственников, безответственно распоряжаются средствами и фондами компании и так далее и тому подобное. Проблемы такого рода очень трудно фиксировать в скобках, не говоря уже о том, чтобы решать, без активного участия в этом процессе родных, друзей, знакомых и сослуживцев психопата. Общая картина. Конечно, общественно-девиантный образ жизни ведут не только психопаты. Многие преступники обладают теми же чертами характера, о которых я рассказал в этой главе. Однако, это не мешает им испытывать чувство вины, сожалеть, сочувствовать и переживать сильные эмоции. Это и отличает их от психопатов. Заявлять о наличии у человека психопатии можно только в том случае, если есть веские доказательства того, что ему полностью соответствуют симптомы, описанные в этой и предыдущей главах. Недавно бывший мошенник рассказал мне свое мнение о контрольном перечне признаков психопатии. Он не произвел на него особого впечатления. Этот мужчина средних лет большую часть взрослой жизни провел в тюрьме, где ему однажды и поставили диагноз психопат. Вот его комментарии. Болтливость и поверхностность. Что плохого в хорошей дикции? Эгоцентричность и претенциозность. Как я смогу чего-то добиться, если не завышу планку? Отсутствие эмпатии, сочувствие к врагу признак слабости, коварства и склонность манипулировать окружающими. Зачем открываться врагу? Все мы в какой-то степени манипулируем другими. Поверхностность эмоций. Проявления гнева могут привести к тому, что тебя назовут психопатом. Импульсивность может быть связана с творчеством, спонтанностью, свободой и желанием жить настоящим. Слабый поведенческий контроль. Вспышки жестокости и агрессии это защитный механизм, маскировка средства во выживание в джунглях. Потребность в психическом возбуждении. В умении отбросить все рутинное, многотонное и неинтересное проявляется мужество. Это жизнь на острие ножа. Она полна риска, приключений и преград, которые нужно преодолеть. Это жизнь во всей ее красе. Безответственность. Не стоит обращать внимание на распространенные человеческие слабости. Проблемное поведение в детстве и антисоциальное поведение во взрослой жизни. Разве уголовное прошлое это признак безнравственности, неподчинения? Заметили, он и слова не сказал об отсутствии чувства вины и сожаления. В своей статье в газете The New York Times Дэниэл Голмен написал «Статистика показывает, что около 2-3% населения предположительно являются психопатами. Эта цифра вырастает вдвое, если предметом рассмотрения становятся неполные семьи из центральных городских районов. Однако в этом заявлении, как и во многих других ему подобных, понятия преступности и социальной девиантности смешиваются с понятием психопатии. В то время как уровень преступности и социально- девиантного поведения в том числе уже достиг высокой отметки в низших слоях общества и в целом продолжает расти с уверенностью сказать, что процентное соотношение психопатов увеличивается мы не можем. Хотя специалисты в области социобиологии придерживаются мнения, что на поведенческое развитие влияют генетические обусловленные факторы. Они утверждают, что количество психопатов должно увеличиваться, поскольку те, будучи неразборчивыми в сексуальных связях, производят на свет много детей, которые могут унаследовать предрасположенность к психопатии. Я остановлюсь на этом вопросе в последующих главах, где и затрону тему происхождения психопатии. Но сначала я должен изложить общеизвестные аспекты этого загадочного явления. Следующий шаг в данном направлении приводит нас к изучению роли сознания в регуляции поведения. «Связи» «Связи»